На протяжении всей истории человечества спорт занимал и продолжает занимать важное место в жизни общества. Подтверждение тому – торжественное открытие в городе над Бугом 11-го чемпионата мира среди юношей и юниоров и 7-го чемпионата мира среди девушек и юниорок по пожарно-спасательному спорту, которое проходило на Гребном канале. Здесь присутствуют мальчишки и девчонки, которые впоследствии будут носить рекорды и станут великими людьми в спорте. И не только в спасательном спорте, а в целом в спорте. Очень важно, что в нашей стране главы государства, правительствам уделяется достаточно широкое внимание именно пожарно-спасательному спорту. Спорту во имя спасения. Ну, я думаю, эти девчонки и мальчишки в ближайшие дни покажут новые высокие достижения в спорте, установят новые рекорды, ну и, соответственно, определятся новые команды победителей. Эмоционально, весело и торжественно именно так прошла церемония открытия чемпионата мира, которая ближе к вечеру превратилась в настоящий праздник. Брещанам креативно представили юных спортсменов из пяти стран и судей чемпионатов. Но кульминацией открытия стали финальные забеги в подъеме по штурмовой лестнице на второй этаж учебной башни. И несмотря на то, что кому-то она покорилась, кому-то нет, но, как говорится, победил сильнейший, тот, кто долго и упорно трудился, тот, кто не жалел себя на тренировках, тот, кто смог. У меня писать словами эти эмоции, я очень долго к этому шел, это была моя цель, я ехал только, чтобы победить. И я это сделал. Я занимаюсь здесь еще 17-го года, я 4 года шел к своей цели, чтобы попасть в сборную команды Республики Беларусь, чтобы выступить на мире. Для этого мне приходилось все 4 года упорно тренироваться, отдаваться всему этому спорту. Меня переполняют эмоции внутри. Вот, что радость, просто до слез фактически доходит. Я не зря готовилась, весь год ездила по соревнованиям, чтобы показать, что я могу стать чемпионкой мира. 4 дня упорной борьбы среди юношей-юниоров и среди девушек-юниорок были жаркие. Ребята и девушки соревновались в четырех номинациях. Первый этап, который преодолевали участники, стал подъем по штурмовой лестнице в окно учебной башни. Там-то ребята впервые показали свою скорость, силу и технику. Второй и третий этапы проходили на спортивном комплексе Брески. Участников ожидала стометровая полоса препятствий, пожарная эстафета и боевое развертывание. Борьба выдалась по-настоящему жаркой. Спортсмены продемонстрировали ловкость, быстроту, стремление к победе. Результаты не заставили себя ждать. Быстрые секунды и новый мировой рекорд установила Даяна Нафикова из Российской Федерации. Чувствуется такой небольшой мандраж, потому что чемпионат мира, как-никак, это совсем другой уровень. Ну, а так, это не первый чемпионат мира, и все как обычно, в свое время и в финале. Желание большое, огромное, просто продолжить ставить рекорды мира. Не менее зрелищно на стадионе «Динамо» проходило боевое развертывание. Ведь это один из видов боевой подготовки в дальнейшем личного состава подразделений пожарных служб. Так сказать, срез практических знаний. Ведь все эти нормативы юные бойцы ежесуточно будут отрабатывать на пожарах. Команды должны были подать воду из пожарных стволов в определенную емкость. А та, в свою очередь, должна была незамедлительно наполниться водой. Командная работа, она требует долгих тренировок, чтобы с кем-то сплочиться, ну, чтобы все было настолько идеально, чтобы хороший результат был. Сделать это нужно было как можно быстрее и правильнее. Ведь работа командная, все участники расчета действовали параллельно, но успеха добились не все. Вроде бы и подошли, все нормально, все хорошо было. Но что-то уже, да, пошло не так. Что-то как-то недоработали, что-то где-то не получилось. И, ну, не получилось. По завершению всех этапов соревнований команда «Беларусь» уверенно взяла лидерство среди юниорок. Девушки уступили россиянкам лишь в пожарной эстафете среди парней в лидерах команды Российской Федерации. А вот Беларусь, так сказать, наступала на пятки, но оказалась на второй строчке пьедестала. А вот гости из Индии заняли пятое место. Это хороший очередной опыт в проведении подобного мирового мероприятия. И самое главное, выступили сильнейшие команды, лидеры в мировом спорте, пожарно-спасательном спорте, здесь, на площадках в Брестсе. Невозможно игнорировать ни Республику Беларусь, ни Российскую Федерацию, ни в целом пожарно-спасательный спорт. Мы, законодатели МОД. На торжественную церемонию по случаю закрытия чемпионата мира по пожарному спорту прибыл глава Брестской области Юрий Шулейко. Он высоко оценил роль подобных соревнований в деле воспитания молодежи. Я думаю, проведя такие соревнования мирового уровня, мы воспитываем то поколение, то, которое станет всегда на защиту своего отечества. А то, что мы сегодня вместе, буквально повторюсь, в километре от государственной границы, это говорит о том, что мы живем, мы соревнуемся и мы будем всегда миролюбивы. Для некоторых спортсменов юниорский чемпионат стал завершающим этапом перед переходом во взрослую лигу, а пока они возвращаются домой с заслуженными наградами и морем впечатлений. Чемпионат завершился награждением участников, а также ярким водным и авиашоу, подготовленными управлением МЧС на радость жителям и гостям Бреста. Анастасия Милишкиевич, Александр Воронин, Юрий Лимонтович, телекомпания «Буктовая».